Вся наша история Вымысел, с которым все согласны Утверждал французский философ Вольтер Но находятся те, кто готов показать нам другую историю Полную загадок и тайн И каждый волен выбирать то, что ему ближе В эфире загадки человечества И я, Олег Шишкин Сегодня в программе Министерство обороны США подняло в воздух Так называемый самолет судного дня Что такое Боинг Найт-Вотч? Для чего он был создан? И почему после его взлета эксперты заговорили О начале подготовки к ядерному противостоянию? Чего ему подниматься в воздух? Просто штатов не будет через 5 минут и все Невероятные и экстремальные Какие вертолеты предлагают самые именитые конструкторы? Почему в век реактивных двигателей Эти машины не теряют свою актуальность? И сколько стоит самый совершенный из коптеров? Это миллионы-миллионы долларов, которые тратятся Это сертификационный процесс Сотни, тысячи людей, которые над этим работают Новое чудо света появилось в Китае Грандиозный мост лишает дара речи каждого посетителя И вызывает приступы паники Где еще строят мосты, которые вызывают смертельный ужас? Странно, что их не предупреждают на входе Что вообще вот там будет такой эффект Загадочное исчезновение американского хирурга Который первым заявил об инопланетных имплантатах в телах людей Какие шокирующие открытия сделал доктор Роджер Лир И кому было выгодно его исчезновение? Я провел 12 подобных операций И ни у одного из пациентов на теле Не было обнаружено никаких следов предыдущих вмешательств Необычные карликовые лемуры помогли доказать теорию миграции континентов И указали, где искать легендарные Атлантиду и Лемурию Почему в непроходимых джунглях зоологи до сих пор ищут доисторического лемура Мегалодаписа Фигурация материков, которая существует в данный момент на нашей планете Она не всегда была такой В эфире «Загадки человечества» Смотрите прямо сейчас Министерство обороны США подняло в воздух так называемый самолет судного дня Боинг Найтвотч взлетел из аэропорта базирования в американском штате Индиана И направился в сторону города Спрингфилд в штате Иллинойс Демонстративный полет самого засекреченного воздушного судна Соединенных Штатов Вызвал шквал обсуждений и предположений А некоторые эксперты серьезно заговорили о подготовке к ядерному противостоянию Но с кем собралась воевать Америка? И что так напугало военных аналитиков? Специальный Боинг под названием Найтвотч известен широкой публике как самолет судного дня В этой машине размещается Национальный воздушный оперативный центр То есть штаб по руководству атомной войной По замыслу американских военных с началом ядерного конфликта Президент США, министр обороны и их приближенные смогут подняться на борт самолета И отдавать приказы армии и флоту Какие там самолетики, если в Нью-Йорке и на западном побережье Там Сан-Франциско, Лос-Анджелес грохнут Чего ему подниматься в воздух? Просто штабов не будет через 5 минут и все Это просто от того, что очень тупое и глупое начальство И им хочется чего-то необычного На всякий случай США построили сразу 4 таких машины Один борт находится в состоянии готовности постоянно И может взлететь в течение нескольких минут после приказа Он может автономно находиться в полете там более неделю и более Если вовремя производить дозаправку На случай поднимается он довольно редко в воздух В одном таком самолете могут с комфортом разместиться Около 100 чиновников высокого ранга И почти столько же человек, обслуживающего персонала Из программы о летающих оперативных центрах Следует интересный вывод Приоритетом национальной политики США Является спасение 400 высших чиновников страны Этот самолет по существу является огромным жилым помещением По-серьезному, но это все есть следствие не более как отбиться и дуре начать Смысла особого, естественно, в этом никакого нет Цена одного самолета судного дня превышает 250 миллионов долларов В самолете есть спальни, комнаты для переодевания, комната отдыха А также рабочая зона с телефонами и компьютерами Обеспечена связь с любым боевым подразделением США В общем, поднимается он воздух достаточно редко В каких-то чрезвычайных ситуациях Допустим, такими, как теракты были 9-1-1 в 2001 году Тогда Америка, как они заявляют, подверглась террористической атаке И вот президент вынужден был в тот момент Джордж Буш Сесть на борт этого самолета, чтобы находиться в недосягаемости от террористов И руководить при этом страной Но по общему мнению экспертов, особого смысла в этих летающих командных пунктах нет Самолеты таких размеров предельно уязвимы даже для обычных переносных зенитно-ракетных комплексов Кто-нибудь хоть раз руководил и разу Это все пустая трата денег Разорение населения Если бы такая система была в период первой и тем более второй мировой войны Она бы была чрезвычайно эффективна И чрезвычайно нужна А сейчас она уже просто не нужна Эксперты уверенно заявляют В первые же минуты ядерной войны стороны уничтожат все спутники В ядерном пламени погибнет 90% населения Остальные 10% выживших не услышат команды начальства из Боинга Еще как минимум неделю из-за сильных электромагнитных возмущений от ядерных взрывов Получается, что красивый летающий бункер Хорош разве что для пропаганды военной мощи США Для большего этот борт, увы, не годится В Китае построили пешеходный стеклянный мост на высоте 2 километра Он соединяет два горных пика Сооружение уже признали самым высоким в стране Новое чудо света появилось в горном ландшафтном парке Батайшань в провинции Сучань Благодаря полностью прозрачному полу С моста можно увидеть 186-метровую пропасть, расположенную прямо под ним Центральное телевидение Китая уже предупредило зрителей и всех желающих пройти по этому технологическому чуду Это развлечение подходит далеко не всем Здесь многие впадают в ступор и у них начинается истерика Однако уже сейчас новый мост стал чуть ли не самой популярной достопримечательностью Поднебесной Какие страны могут похвастаться подобными сооружениями? Как выглядят самые страшные мосты в мире? На этих кадрах из Китая туристы в ужасе пытаются побыстрее добраться до твердой почвы Еще бы! Прямо под их ногами трескается стеклянный мост Внизу пропасть более тысячи метров Кажется, что конструкция вот-вот обвалится Но трагедии не происходит Оказалось, что трескающееся стекло – это панели со спецэффектами Их установили на нескольких участках моста, чтобы пощекотать нервы туристам Странно, что их не предупреждают на входе, что вообще вот там будет такой эффект Судя по реакции вот китайцев, которые там по этому мосту ходят То есть они действительно не ожидали вот этого То есть это вот мне непонятно, как можно вообще не предупредить людей, что там будет такой эффект Что можно инфаркт получить и вообще просто умереть там на этом мосту Власти провинции, где находится экстремальное сооружение, извинились перед туристами Но при этом заявили, что трескающиеся панели убирать не станут Мост считается одним из самых опасных в мире Его построили вдоль китайской горы Тайханьшань на высоте 1180 метров А этот мост вызывает ужас у автомобилистов Он находится на трассе, соединяющей острова юго-западной Норвегии Сооружение похоже на трамплин, с которого машины как будто ныряют в воды Северного моря На самом деле это не более чем оптическая иллюзия Моцар сделал несколько неожиданно Там есть вот этот вот самый такой крутой съезд, круиз съезд или въезд на мост И сразу тебе кажется, что вот этот вот мост меняется А вот прогулка по небесному мосту в Малайзии не столько удовольствие, сколько настоящее испытание для туристов Он находится на высоте 700 метров над ущельем Ганунг Удивительно, но конструкция держится всего на одной опоре и нескольких стальных тросах Инженеры создали иллюзию, что мост просто висит в воздухе и вот-вот рухнет в пропасть В общем-то это такая инженерная конструкция Она была рассчитана на то, чтобы была безопасна, устойчивая к петровой нагрузке и так далее Но в то же время и придумана вот архитекторами, инженерами, как это сделать так, чтобы был максимальный такой эффект Но самыми пугающими для большинства людей по-прежнему остаются подвесные мосты Многие туристы впадают в панику от одного только вида хрупкой конструкции моста Кхаса в Непале Иногда кажется, что сильный ветер вот-вот опрокинет узкую тропу над бездной Но местные жители уверены в надежности моста и даже водят по нему домашний скот То есть очень важно, чтобы сами канаты были в хорошем состоянии и места крепления этих канатов То есть в принципе, ну там, не дай бог они могут перетереться То есть в общем за этим, я думаю, следят все-таки Но если вы увидите такой мост совершенно незнакомый в месте, не знаю, там через речку перекинут То надо, конечно, предварительно все-таки посмотреть на его конструкцию, прежде чем по нему идти Самый опасный мост в мире находится в Пакистане Он соединяет берега реки Гунза Местные жители уверяют, здесь ежегодно гибнут люди В зазоры между досками может легко провалиться человек К тому же порывы ветра раскачивают мост так, что удержаться на нем крайне сложно Однако строить в этих местах безопасный мост никто не планирует Местные жители уже давно привыкли к жуткой конструкции И даже умудряются перетаскивать по нему тяжести К тому же мост притягивает сотни туристов Любители экстрима приезжают сюда, чтобы испытать себя и получить заряд адреналина Далее в программе Похороны от депрессии Новый способ победить хандру изобрели в Индонезии Почему каждые три года здесь устраивают генеральное проветривание всех покойников Умью вытаскивают, несут ее, одевают лучший костюм, угощают Просто покойник приходит нам в гости Невероятные и экстремальные Какие вертолеты предлагают самые именитые конструкторы? Почему в век реактивных двигателей эти машины не теряют свою актуальность? И сколько стоит самый совершенный из коптеров? Это миллионы-миллионы долларов, которые тратятся Это сертификационный процесс Сотни, тысяч людей, которые над этим работают Загадочное исчезновение американского хирурга Который первым заявил об инопланетных имплантатах в телах людей Какие шокирующие открытия сделал доктор Роджер Лир? И кому было выгодно его исчезновение? Я провел 12 подобных операций Ни у одного из пациентов на теле Не было обнаружено никаких следов предыдущих вмешательств Под руинами турецкого города Они, археологи, обнаружили подземный город И храм одного из древнейших магических орденов в мире Чем прославилось Сармундское братство? И почему тайными ордена интересовались Гитлер и Сталин? Своё учение он называл ещё учением четвёртого пути Это путь мага В эфире «Загадки человечества» Смотрите прямо сейчас В Южной Корее нашли новый способ лечения депрессии Сразу несколько компаний предлагают своим клиентам похоронить их заживо Человека, недовольного жизнью, закутывают в белый саван, кладут в гроб и опускают в могилу Импровизированные похороны стоят 45 долларов и длятся всего 10 минут Но корейские психологи уверяют, этого времени вполне достаточно, чтобы поменять отношение к жизни Жуткий способ борьбы со страхами существует и в Индонезии Каждые три года племя Тараджи извлекает трупы из могил и даже устраивает с ними застолье Но откуда взялся этот странный ритуал? И почему местные жители не хотят хоронить своих близких в земле? В Индонезии свирепствует эпидемия лихорадки Денге Только за прошлый год эта смертельная болезнь унесла жизни 122 жителей острова Сулавеси При этом 6,5 тысяч человек едва не остались инвалидами Эксперты заметили, вспышки заболевания совпадают с датами проведения ритуала Манене Так называемой церемонии очищения трупов По легенде, в этот день дух покойного возвращается на землю, чтобы посмотреть, как живут его родственники Поэтому каждые три года жители индонезийского племени Тараджи экскумируют тела своих близких, заворачивают их в чистые саваны и устраивают им праздник Когда мумию вытаскивают и несут ее, одевают лучший костюм, угощают Просто покойник приходит нам в гости Он посмотрит, как мы живем, все ли у нас хорошо И оттуда потом из нижнего мира сможет помочь своим родственникам После шумного застолья тела усопших некоторое время остаются на улице Где с ними фотографируются все желающие А родственники покойных ремонтируют гробы Затем хоронят близких заново до следующей церемонии Для чего это нужно? Зачем вот такой маскарад? Ну, причина банальна, справиться со страхом смерти Сделать так, чтобы труп не пугал нас настолько сильно, насколько он нас пугал бы Если бы мы его оставили подвергаться естественным процессам гниения и прочее Но как индонезийцам удается годами сохранять тела мертвых родственников? Специалисты считают, что все дело в палящем солнце Человек высыхает, то есть жидкость испаряется Остаются мышцы, высохшие мышцы То есть она не гниет Плотно и долго держится Какая-то температура повышена где-то в помещении Отсутствие влажности И продувание Все и будет, ну, через какое-то определенное время Месяц-два он превратится в доме Удивительным образом в племени Тараджи проходят и сами похороны С шумным застольем и танцами до утра Такое торжество влетает родственникам покойного в копеечку Поэтому погребение часто откладывается, пока не будет накоплена нужная сумма Все это время тело покойного хранят дома И так может продолжаться несколько дней, месяцев и даже лет Весь этот период с покойником обращаются как с тяжело больным Заботятся о нем, разговаривают с ним А после церемонии гроб с телом переносят в могилу Небольшое углубление в скалах Тараджи хоронят либо в пещерах Ну, потому что пещерна вход в Нижний мир И людям будет проще попасть туда Либо в искусственных гротах Пещеры превращаются в целые улицы мертвые Если же пещеры нет, то делается искусственный грот в скале Но такое могут себе позволить богатые люди, потому что скалу нужно выдумать И эти скалы напоминают соты Где стоят разоцветные фигурки изображений покойников Для погребения младенцев у Тараджи тоже существует особая традиция Их тела заворачивают в ткань и помещают в дупло деревьев Причем в одном дереве может быть с десяток таких захоронений Дерево потом, ну как вот затягивается рана на нашей руке У деревьев есть похожие механизмы регенерации В итоге такое дерево становится, знаете, таким пристанищем младенческих душ Дерево – это то, что содержит в себе жизненную силу Дерево – это то, что постоянно растет И, соответственно, существует надежда, что ребенок будет принят деревом Его жизненная сила перейдет к нему А потом в виде какой-нибудь желуди он вернется Вспышки лихорадки Денге индонезийские власти считают следствием ритуала Манене Во время обряда Тараджи выкапывают усопших, причиной смерти которых В том числе могло быть и опасное вирусное заболевание Чиновники даже пытались запретить проводить обряд Чем вызвали бурю негодования со стороны местного бизнеса Ведь ритуал привлекает на остров множество туристов С 1984 года Тана Тараджа стал вторым по популярности местом в Индонезии после Бали В США представили самый дорогой в мире военный вертолет Его стоимость – 122 миллиона долларов За эти деньги можно приобрести 10 военно-транспортных вертолетов «Чинок» Которые хорошо зарекомендовали себя и стоят на вооружении 20 стран мира За баснословные даже для американского военного бюджета деньги Разработчики обещают скорость до 315 километров в час И дальность полета не менее 840 километров Кроме этого, новый вертолет оснастят броней и специальной системой Которая обеспечит защиту даже от зенитных ракет Всего американские морпихи хотят получить на вооружение 200 таких вертолетов Какие уникальные вертолеты предлагают самые именитые конструкторы и производители Сколько они стоят? И для кого делают эти чудо-машины? Американские инженеры представили вертолет будущего FCX-001 Управлять им можно с помощью шлема виртуальной реальности Помогать человеку будет искусственный интеллект Для пассажиров также предусмотрены 3D-шлемы и удобные кресла Чтобы скоротать время в полете Эксперты уже назвали этот вертолет воздушной яхтой класса люкс Футурологи уверены Подобные вертолеты очень скоро станут частью нашей жизни Более того, они будут не менее популярны, чем автомобили Правда, инженеры не столь оптимистичны Например, FCX-001 всего лишь концепт И пока не может даже подняться в воздух Там должна быть 100% или 200% или 300% безопасность Если вы ставите новую лопасть по новой технологии Она должна быть безопасна прежде всего Поэтому это миллионы-миллионы долларов, которые тратятся Это сертификационный процесс Это сотни тысяч людей, которые над этим работают А этот американский вертолет все-таки стал серийным Большинство экспертов считают Белл-505 самым безопасным и маневренным в своем классе Его крейсерская скорость 230 км в час, а грузоподъемность 670 кг Летательный аппарат сравнивают с автомобилем премиум-класса, созданным для комфорта пассажиров Вертолет, который собрал в себе все технологии, которые были до этого в легких вертолетах Это на самом деле небольшой пятенестный вертолет Который можно иметь в частных руках или в корпоративных каких-то целях Как авиатакси или что-то еще Японские инженеры тоже решили отличиться и создали самый маленький в мире вертолет Он весит всего 70 кг При этом может развивать скорость до 125 км в час В кабине только одно посадочное место для пилота Эксперты уверены, будущее за большими пассажирскими вертолетами, которые смогут выполнять функцию такси Например, Белл-525 способен перевозить на борту 20 пассажиров и еще двух членов экипажа Дальность полета почти тысяча километров Стоит такая машина 15 миллионов долларов Не отстают и российские инженеры Сейчас они работают над созданием серийной модели вертолета К-92 Летные испытания машины должны начаться уже в этом году Эксперты считают, новый К-92 совершит революцию на вертолетном рынке Он сможет развивать скорость до 500 км в час И станет самым быстрым вертолетом в мире При этом на борту поместятся 30 пассажиров Идеальное воздушное такси для междугородних перелетов При этом разработчики не экономят на комфорте Машину обещают сделать максимально бесшумной Технологии, которые приводят пассажиров к комфорту Они сложны Они финансово емкие Они действительно являются чем-то Начиная от ноу-хау, окончая бешеным вложением То есть шумоизоляция, какие-то сложные технические решения, которые позволяют уменьшить вибрацию или шум Возможно, скоро прокатиться на таком аппарате сможет каждый Уже сейчас набирает популярность вертолетное такси В Подмосковье цена одного часа полета варьируется от 25 до 35 тысяч рублей Правда, заказ нужно делать минимум за сутки Многие эксперты уверены Через несколько лет стоимость аэротакси значительно снизится А вызвать его можно будет с помощью смартфона Далее в программе После создания Министерства одиночества в Британии Об аналогичном ведомстве задумались в Австралии и Канаде Где находятся самые абсурдные государственные учреждения в мире Это серьезная задача Потому что 21 век – это уже век IT-технологий Необычные карликовые лемуры помогли доказать теорию миграции континентов И указали, где искать легендарные Атлантиду и Лемурию Почему в непроходимых джунглях зоологи до сих пор ищут доисторического лемура Мегалодаписа Фигурация материков, которая существует в данный момент на нашей планете, она не всегда была такой Под руинами турецкого города они, археологи, обнаружили подземный город и храм одного из древнейших магических орденов в мире Чем прославилось Сармундское братство и почему тайными ордена интересовались Гитлер и Сталин? Пое учение он называл еще учением четвертого пути Это путь мага В эфире «Загадки человечества» Смотрите прямо сейчас Американские охотники сняли на видео уникальное явление Мужчины нашли в лесу тело мертвой анаконды Вскрыв брюхо рептилии, они обнаружили в ее теле еще одну змею-гиганта По словам специалистов, поедание себе подобных для этих змей – большая редкость Эксперты предполагают, что такая добыча оказалась слишком крупной для анаконды и могла стать причиной ее смерти Ученые доказали, что у людей одна ноздря всегда дышит хуже другой Как показали исследования, в течение дня активность дыхания меняется И ноздри поочередно дышат с разной интенсивностью Таким образом, за один день у человека лучше работает то одна, то другая ноздря Это помогает восприятию запахов Но, по словам исследователей, для людей эти незначительные изменения в работе дыхания, как правило, незаметны На Филиппинах, в провинции Тави-Тави, моряки поймали гигантского кальмара Длина моллюска – 2,5 метра Для сравнения, средний размер кальмара этого вида – не более 50 сантиметров Ученые считают, что подобная мутация – результат загрязнения окружающей среды И в будущем особи таких размеров могут стать нормой для этих морских существ Но произойдут такие изменения не ранее, чем через несколько тысячелетий В Великобритании заработало Министерство одиночества Власти королевства озаботились проблемой 9 миллионов своих одиноких граждан еще в прошлом году И решили бороться с одиночеством на государственном уровне Пост министра одиночества отдали бывшей главе спортивного ведомства Трейси Крауч Необычные министерства есть не только в Великобритании Весьма странными ведомствами могут похвастаться Новая Зеландия, Индия, Бутан и обе Кореи Но кто и зачем создает абсурдные госучреждения? Какие функции они выполняют? И какой из них можно смело назвать самым фантастическим? В числе отстающих в рейтинге самых абсурдных государственных учреждений в мире Оказались департаменты Индии, Южной и Северной Кореи Министерства этих стран заняли соответственно седьмое, шестое и пятое места На седьмую позицию в чарте попало Индийское министерство йоги Оно существует в стране уже 4 года Главная задача органа – популяризация традиционной культуры и нетрадиционной медицины Шестое и пятое места Южной и Северной Кореи Обеспечили ведомства, отвечающие за создание одной общей страны В Южной Корее за дружбу с соседом отвечает Министерство объединения В Северной – Комитет по мирному воссоединению Родины Правда, эти органы стремятся к возрождению общего государства Каждый под флагом своей державы И таким образом только усугубляют противоречия между странами На четвертом месте абсурдных департаментов Оказалось Госучреждение Объединенных Арабских Эмиратов Недавно в этой стране появилось первое в мире Министерство искусственного интеллекта Возглавил новое ведомство Амар бин Султан Аль-Алама В Эмиратах клинные жители страны, в общем-то, не работают По большому счету, они имеют нефтяную ренту А в стране работают приезжие из других, менее богатых арабских стран И дошло до того, что эти люди работают везде И в IT-секторе в частности Так вот, сейчас стоит задача сделать IT-сектор арабским Направить свои кадры в эту сферу, в эту среду И по большому счету, это как раз стратегическая, серьезная задача Потому что 21 век – это уже век IT-технологий Третье место – Министерство счастья Королевства Бутан Оказывается, именно в этой небогатой стране живут самые счастливые люди на планете Здесь запрещены химикаты, убийства животных, курение, алкоголь и интернет До недавнего времени табу распространялось даже на телевидение И все это – результат работы уникального счастливого министерства Мы создаем баланс между экономическим ростом, социальным развитием, экологией и культурой Все это в рамках умелого управления Есть валовое национальное счастье или ВНС В 1970 году наш четвертый король произнес знаменитую фразу О том, что для Бутана валовое национальное счастье важнее, чем валовый национальный продукт Удивительно, но оказывается, мир без современных технологий – это действительно настоящий путь к счастью По данным последней переписи, только 3,3% граждан Бутана считают себя недостаточно счастливыми Для сравнения, в процветающих США несчастными считают себя более 35% жителей страны Там действительно есть какие-то специальные индикаторы измерения счастья Бутанцы считают себя счастливыми людьми Ничего, наверное, странного нет, что в государстве, в котором очень многие люди себя считают счастливыми Существует Министерство счастья Возможно, если бы жители Британии взяли на вооружение рецепт счастья бутанцев Властям королевства не понадобилось создавать Министерство по борьбе с одиночеством Это уникальное ведомство занимает второе место в чарте самых абсурдных департаментов в мире Это ведомство, которое состоит из одного руководителя и нескольких его помощников Должно заниматься тем, что исследовать, насколько люди испытывают эмоциональный и психологический дискомфорт От одиночества и от различных депрессующих их факторов По данным социальных опросов, в Британии более 9 миллионов человек страдают от одиночества С января этого года под руководством министра спорта Трейси Коуч Ее новое ведомство, Министерство одиноких, как называют его в СМИ Будет решать проблему разбитых сердец Англии К слову, сама руководитель департамента вовсе не одинока Она уже несколько лет счастлива в гражданском браке Сможет ли такой министр понять нужды одиночек Британии, пока неизвестно Это настоящий вызов Надеюсь, нам удастся найти решение по этой проблеме На первом месте самое крутое Министерство планеты Сэм Джонсон из Новой Зеландии возглавляет, пожалуй, самое необычное ведомство в мире Он – министр крутости Привет, я Сэм Джонсон из Крайстерча, Новая Зеландия Я думаю о будущем и призываю вас к этому Главная задача департамента – проверка безопасности и сейсмоустойчивости зданий из картона Оно не является министерством, это достаточно такая общественная организация Но, тем не менее, оно занимается проверкой устойчивости домов И оно их тестирует на крутость, то есть пытается их разрушить Сотрудники организации планируют превратить опасный город в самое комфортное место для жизни У министерства есть сайт, где каждый желающий может поделиться своими идеями Одним из уже реализованных проектов стала постройка здания кафедрального собора из картона Он собран по проекту известного японского архитектора Сигару Бана Фундамент здания сейсмоустойчив, а стены и крыша построены из картонных труб, покрытых влагостойким пластиком Ровно 20 лет назад в уфологическом журнале Муфон Американский доктор Роджер Лир опубликовал статью, которую цитировали все ведущие СМИ Впервые представитель официальной науки подробно с примерами и фотографиями Рассказал о том, что извлекает из тел пациентов инопланетные датчики и имплантаты Все началось летом 1995 года Тогда известнейший в американских медицинских кругах хирург Лир получил заказной конверт из ЦРУ Некто Дэрил Симс просил дать квалифицированное медицинское заключение по поводу рентгеновского снимка И незамедлительно сообщить о результатах С этого дня Лир посвятил всю свою жизнь извлечению из тел пациентов И изучению странных датчиков, маячков и металлических пластин Но в 2014 году Роджер Лир внезапно исчез А вместе с ним пропал и внушительный архив с личными данными пациентов И фотографиями извлеченных из их тел предметов Что могло произойти со знаменитым хирургом? О чем он собирался, но так и не успел рассказать? Первую операцию под грифом «Секретно» Роджер Лир провел более 30 лет назад Его пациентка утверждала, что редко обращалась к докторам и никогда не была у хирурга Прийти на прием к Лиру ее вынудил на рост на ступне Он появился внезапно На рентгеновском снимке Роджер Лир рассмотрел инородный предмет И решил его удалить Но во время операции случилось непредвиденное Пациентка неожиданно очнулась прямо на хирургическом столе Чтобы завершить операцию, врачам пришлось утроить наркоз Она, в общем-то, очень сильно страдала Так как нервные узлы были задействованы в самой структуре нахождения этого имплантанта Он был срощен не только с хрящами и с кровеносными сосудами Но также с нервными соединениями, которые, в общем-то, как будто были бы пришиты к поверхности самого этого предмета Впоследствии с таким феноменом Лир сталкивался еще не раз Когда количество удивительных случаев перевалило за десяток, хирург решил придать их властности Я провел 12 подобных операций И ни у одного из пациентов на теле не было обнаружено никаких следов предыдущих вмешательств Ни шрамов, ни даже мелких царапин Причем мы исследовали не только область с имплантатами, но и периферийные участки В исследованиях Лиру помогала группа хирургов По утверждению врачей, они никогда не извлекали из организмов пациентов ничего подобного Сам Роджер Лир 40 лет проработал хирургом-ортопедом в одной из клиник Калифорнии И никогда раньше не сталкивался с чужеродными имплантатами в телах пациентов При дальнейшем изучении было установлено, что содержание металлов вот в этих предметах Оно в чем-то было максимальным, то есть порядка 70% Металлы представляли собой сложнейшие сплавы, соединения совершенно другой природы Причем даже не встречающихся на Земле Сплав состоял из 20 химических элементов и отлично магнитился Его не брал ни один алмазный резец, хотя на ощупь образцы казались мягкими, похожими на резину Я пришел к выводу, что в состоянии покоя эти имплантаты могут менять свойства Они-то становятся твердыми, как камень, то превращаются в желеобразную массу Возможно, поэтому у одних пациентов таинственные имплантаты всегда были четко видны на рентгеновских снимках У других проявлялись лишь периодически Раньше я его видел, а теперь он пропал Но, может быть, его забрали? Хирурги были уверены, что все извлеченные объекты имеют инопланетное происхождение По одной из версий, имплантаты могли быть чем-то вроде микрокомпьютеров, контролирующих поведение человека Все пациенты жаловались на беспокойство, необъяснимый страх и ощущение, что за ними кто-то наблюдает После извлечения предметов из тела эти симптомы пропадали Люди же, которым он проводил эти операции, зачастую говорили, что чувствуют большое облегчение Потому что они теряют тот контроль, который осуществлялся над ними С годами картотека хирурга пополнилась сотнями странных случаев Но долгое время его заявлениям никто не верил Ситуация изменилась в 2013 году, когда Лир выступил на популярных в США гражданских слушаниях по раскрытию информации Спустя полгода именитый врач был найден мертвым Медики не смогли назвать точную причину смерти Лира Но самой главной загадкой стала пропажа картотеки медицинских историй и коллекции инопланетных имплантатов Исследователи уверены, к этому могут быть причастны спецслужбы США Долгое время Роджер работал под четким контролем ЦРУ и поплатился за раскрытие секретных данных Американские ученые открыли на Мадагаскаре новый вид карликовых лемуров Название они получили в честь известного австралийского приматолога Колина Грофса Маленьких зверьков обнаружили на юге Мадагаскара Размером они немного меньше обычной белки Всего биологам известно 113 видов лемуров и лемурообразных Но ученые надеются в скором времени обнаружить новые виды Для этого они расширят карту поиска Как с помощью лемуров исследователи доказали теорию миграции континентов И выдвинули гипотезу о затонувшем материке Почему эти зверьки так отличаются от всех остальных существ на планете И возможно ли, что в непроходимых джунглях все еще живет древний гигантский лемур Мегалодапис Внимание зоологов лемуры привлекли в начале 19 века В результате исследований выяснилось, что ближайшие родственники мадагаскарских лемуров Встречаются не только в Африке, но и на территории Индостана Расположенного на расстоянии 3,5 тысяч километров Существовало долгое время в истории такое предположение Что фигурация материков, которая существует в данный момент на нашей планете Она не всегда была такой, что существовали совершенно другие материки Именно находка лемуров на Индостане стала главным доказательством гипотезы Что когда-то этот полуостров, Мадагаскар и Африка были одним материком Предположительно, континент-гигант простирался от Гавайских островов до острова Пасхи Рядом ученых была обнаружена удивительная ситуация Что остров Мадагаскар по своей геологической структуре Он очень сильно совпадает с Индостаном И в связи с этим как раз возникло предположение Что, собственно говоря, когда-то Мадагаскар был частью единого континента Больше, скажем так, вот площадь которого Она погрузилась в воду Индийского океана по неизвестным причинам А Мадагаскар это какая-то вот его отдельная часть Некоторые исследователи считают, что именно этот материк Был знаменитой мифической лемурией Местом, где жила процивилизация людей-богов Если эта гипотеза верна То сегодня лемуры – единственные существа исчезнувшего мира Дожившие до наших дней Возможно, именно поэтому местные жители Мадагаскара Основной территорией обитания лемуров Считают их мистическими созданиями А звуки, издаваемые этими животными Похожи на зловещий смех из фильмов ужасов По своим размерам современные лемуры совсем небольшие Карликовые умещаются на ладошке А самый крупный лемур – индри – размером с небольшую таксу Но менее тысячи лет назад эти зверьки были настоящими гигантами Рост взрослой особи достигал полутора метров А вес – двухсот килограммов Ученые называют вид мегалодаписами И утверждают, что эти животные окончательно вымерли 700 лет назад Но жители Мадагаскара верят, что большие лемуры все еще существуют Просто скрываются в диких лесах Они начали вымирать, потому что Мадагаскар – страна бедная Леса вырубаются на чисто Нет лесов – нет среды обитания Нет среды обитания – некому обитать Сегодня лемурам угрожает не только вырубка лесов Но и желание человека превратить уникального дикого зверя в домашнего любимца В социальных сетях есть тысячи видеороликов о жизни лемуров в домах и квартирах И с каждым годом они набирают все большую популярность Они немножечко напоминают человечков С другой стороны, опять же, реклама Это мультфильмы, где их показывают как просто прекрасными, нежными, добродушными Поэтому всем хочется такого А некоторые хотят даже завести его у себя дома Больше всего распространены два вида лемуров Кошачьи лемуры с полосатым хвостом Стали особенно популярны после появления видеоролика С их так называемым нападением на журналиста в одном из зоопарков Британии А в качестве домашних питомцев Как правило, заводят более мелких представителей семейства Лемуров лори Но несмотря на их маленькие размеры и спокойный нрав Лори не созданы для жизни в домашних условиях В квартирах эти звери умирают чаще и раньше, чем в дикой природе Рядом с людьми у животного появляются различные болезни К которым его организм просто не приспособлен Под руинами турецкого города Ани Археологи обнаружили подземный город С тайными коридорами, ловушками, водными каналами И огромными залами для медитации и молитв В период с 961 по 1045 год Ани был столицей одноименного царства Границы которого захватывали Значительную часть современной Армении и восток Турции Наземную часть разрушенного города исследовал российский мистик Георгий Гурджиев Во время археологических раскопок он обнаружил вход в подземный туннель По версии Гурджиева, лабиринт вел в древний подземный зороастрийский храм Сармундского братства Учение этого ордена давно привлекало Гурджиева И во время раскопок он впервые нашел подтверждение существования легендарного тайного общества Как эта находка повлияла на судьбу Георгия Гурджиева? Почему его личностью одинаково интересовались и Сталин, и Гитлер? И правда ли, что обнаружение храма превратило исследователя в мага и чародея? Современники считали его сыном кавказского князя Внешность и манеры Гурджиева оставляли яркое впечатление На самом деле его отец был ашугом Так на Кавказе называют народных сказителей и певцов Именно от него будущий мистик впервые услышал легенду о древнем ордене мудрецов, хранящих все тайны мира Едва достигнув совершеннолетия, Гурджиев отправился на поиски Сармундского братства Его путешествие по Ближнему Востоку и Азии продлилось почти 20 лет Вернувшись в Россию, он объявил себя магом На учение мага и учителя была настоящая мода Гурджиев даже породил особый культ Своё учение он называл ещё учением четвёртого пути Это путь мага, путь максимальной осознанности Путь пробуждения от власти иллюзий Считалось, что Гурджиев каким-то магическим способом подавлял волю других людей А ещё ходили слухи, что он обладал даром внушения Некоторые исследователи уверены, вмешательство кавказского мага изменило судьбу России Якобы Иосиф Сталин был первым, на ком мистик опробовал свои способности Гурджиев повлиял на то, что Сталин сменил дату своего рождения Он убедил его, что настоящая дата будет плохо влиять на его судьбу Ректификация, так называют учёные, даты позволила ему взять и удерживать власть По зороастрийскому календарю новым тотемным животным Сталина стал паук Символ абсолюта Считается, что человек с таким гороскопом способен достигать великих целей Согласно другой легенде, стать вождём всех времён и народов Сталину помог могущественный амулет Якобы Гурджиев обменял его на разрешение покинуть Россию Значит, Гурджиев сумел найти какие-то камни из трона Чингисхана Придорить Сталину с тем, чтобы тот стал владителем мира Но каким образом камни Чингисхана попали к Гурджиеву? Возможно, он напал на след артефактов во время поездки в средневековый Ани В одной из своих книг мистик подробно описал, что случайно нашёл вход в подземные тоннели под городом Там находились десятки древних пергаментов разных эпох Удивительно, но долгое время историки считали эти слова художественным вымыслом Открытие Гурджиева, сделанное почти 135 лет назад, не могло быть подтверждено до раскопок итальянских археологов Которые засвидетельствовали, что действительно, да, под развалем Ани был обнаружен монастырь Длина туннеля достигала более 500 метров Рассказы Гурджиева о подземном городе оказались правдой И теперь исследователи хотят проверить все факты из его книг Например, мистик уверял, что смог отыскать в Азии легендарный монастырь Сармундского братства Правда, точных указаний местности он не оставил Впрочем, большинство историков по-прежнему считает Гурджиева всего лишь ловким мистификатором Тот человек, который сделал сам себя, который понял, на чём можно делать вообще себе имя, деньги Ему нужно было создавать вот эту иллюзию о том, что он, ну, как бы прикасается к супертайне Вот к неким великим истинам, которые не всем дано понять В 20-е годы прошлого века Гурджиев уехал из России и монетизировал свою легенду Он основал Институт гармонического развития человека Гуру внушал последователям, что духовный рост достигается лишь благодаря преодолению себя Такой подход позволял хорошо экономить на прислуге Холёные аристократки в Институте Гурджиева стирали, забивали гвозди Человека, боящегося вида крови, отправляли резать скотину, чтобы вывести его из состояния комфорта На деньги, полученные от учеников, мистик купил небольшой замок под Парижем Там он ставил балеты, больше похожие на дикие пляски дервишей Последователи Гурджиева считали, что эти представления имеют сакральное значение Но самый невероятный слух касался балета «Борьба магов» Якобы мистик поставил его по заказу Гитлера Нацисты верили, что на тонком, нематериальном уровне эти танцы спровоцировали начало Второй мировой войны Гурджиев был знаком с Гитлером и другими основоположниками национал-социализма Фактически Гурджиев в течение определенного времени работал с ними, консультировал Сохранились фотографии начала 30-х годов, подтверждающие это обстоятельство Свастика, как символ национал-социализма, также появилась при непосредственном участии и по совету Гурджиева Историки считают, что Сталин не простил Гурджиеву это предательство Когда война закончилась, духовный наставник нацистов попал в автокатастрофу То, что там могли работать спецслужбы, то, что могли подпилить тормоза в машине, вполне возможно С другой стороны, есть простая совершенно версия, что он просто был такой любитель погонять на безумной скорости Просто не вписался в поворот Гурджиев не погиб, но после этого случая стал вести очень скромную жизнь учителя танцев 29 октября 1949 года бывший маг упал прямо во время занятий с учениками Умирая, он сказал, есть ли у кого-нибудь вопросы, а то я ухожу Мир не просто удивительнее, чем мы себе представляем Он удивительнее, чем мы можем себе вообразить Так утверждал английский биолог и генетик Джон Бёрден Холдейн С вами были Загадки человечества До встречи на РЕН-ТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова